ребята у нас наступил новый день и сейчас мы поедем пробовать еще какие-то вкусные вкусняшки мы решили сегодня поехать на наших электрических байках вот ну что поехали милка поехали молодец биленька тебя тоже погрузим удобно вам ребят мы приехали раздеваемся снимаем шлема снимаем бельку из сумочки мы приехали в очень красивую локацию наверняка здесь будет много всего вкусного пойдемте объедать их беленька ну нельзя оставаться здесь может и с нами пойдешь все готовы в субботу но я настояла и мы пришли сюда сегодня очень жарко много людей и это наверное большие минусы я сейчас посмотрю сколько градусов у нас 34 34 градусов как вам такое саша что сейчас будет дроняу полетит дроняу полетит пускаем жужу тем временем дроняу почти готов я даже уже слышала какие-то звуки мило готова уже гавкать на него запускаем запускаем а для красоты нам сейчас тоже не надо только летим вперед ну все полетели туда ну все полетели туда полетал полетел прилетели вот сама улица по которой продают кучу разных вкусностей ребята у меня также есть идея записать большой выпуск с этой улице если хотите увидеть этот выпуск пишите комментарии мы снимем его для вас здесь смотрите все встали чтобы сфотографировать котика который вон там смотрит из окна постараюсь подойти поближе мы купили водичку для собачек билька очень сильно хочет водичку прям ждут у бильки даже нету сил запрыгнуть наверх пьем воду ой как хорошо ой как хорошо ой как хорошо и ой как ой как у меня он самая приятная часть будем мочить собак водичкой еще белька очень любит в воздух и дождик и мы с ним дождик милька понравилось тебе клево да быть мокрый прохладно стало так следующий на очереди мил-мил ребятки кстати у нас мило это японский шпиц и обычно она такая лохматая при лохматая как самоедская лайка но я ее подстригла потому что собака на полу лежит у нас дома высовывает язык и ей просто плохо от жары вот мы ее подстригли но ей все равно жарко она все равно спит на полу мы любим с собаками вместе в обнимочку спать не такая подкушена чтобы что мы хотим это сдавать ну вот это есть мы тричина это жарко а а а а а а атмосферка конечно здесь нереальная а а кажется я нашла место где мы попробуем сладость смотрите какая рекламная вывеска здесь висит это очень интересно попробовать так так вот оно вот оно то что на рекламе а еще вот они более крупные китайские сладости я не очень люблю но мы попробуем это сегодня мы купили пойдемте пробовать давайте еще возьмем напиток в бамбуковом стакане и съедим с вот этими странными красивыми пирожниками ой не знаю насколько это вкусно вот так выглядит реклама думаю это отличный вариант здрасте здрасте я купила я купила сладости смотри вот такие вот ну пупочки милки был замес сейчас с собакой гавкать не будешь а я пойду еще сниму ее ребята посмотрите на это вот я щас приближу здесь есть лягушка жареная Как вам такое? Но нам сегодня не до таких солёных вещей. Мы возьмём сладостей. Очень жарко на улице. Пойдёмте дальше. Я нашла их, бамбуковые стаканчики. Вот в таком стакане хочу напиток. Там мухи дохлые. Мухи дохлые. Комары. Да, но мы всё равно попробуем. Улон-ча. Или ямайна. Улон-ча и ямайна. Ну, Саша, на русском. Улон и... И сливки? Нет, ну вот это... На завтрак едят что? Овсяное молоко. Будем брать? Можно, хочешь? Да. Саша говорит, что на спине написано be natural, be fine. Да, be natural. То есть, будь натуралом, be fine, будь молодцом. Пропаганда, пропаганда, пропаганда. Пропаганда. Пропаганда натурализма. Саша, смотри, какая красота. Это нам, что ли? Это нам, что ли? Вау. Вау, вау, вау. Какая красота. Халкан. Ребятки, это очень красиво. А я хотела лизнуть на камеру. Сливок. Но мне этого не дали. Всё, мне дают на камеру лизнуть. Сливки в избе, это я люблю. Халканька нанеси, но будет пачкаться. Мне разрешили нести, идти и лизать. Мы решили просто пойти в Хайгендарс. Там красивые стульчики, красивая площадка. Очень чистенько, аккуратно там. Купить шарик мороженого или даже два. И съесть наши вкусняшки необычные. Мы можем сделать в следующий раз большой выпуск. И вот там будем обжираться странных штук. Кажется, в этот раз мы ели не такие уж и странные штуки. Хотя напиток в бамбуковом стакане это достаточно необычно. Смотрите на этого джентльмена, он мне помогает. Несёт всех собак, вкусняшек, рюкзак, камеру. А я сзади иду и ем взбитые сливки. Мы пришли в Хайгендарс. Я отправила Сашу покупать мороженое. Пока Катя пошла за волной для собак. Я втихотя поснимаю. Уже налили. Не успел. Увидимся. Поехали. Играет музыка Взяли еще мороженое У Саши необычный вкус мороженого И у меня здесь шоколадный Лежит шарик И шарик с макадамией Мороженое в Хагендар С макадамией Это просто нечто Что-то очень вкусное А еще мы должны вот это попробовать Но это китайские сладости Открываем Помогай мне Ой, Мила уже хочет Мила, ты что, уже хочешь сладости? То самое экспрессо Из Хагендаген За ваше здоровье Ребятки, ну мы все попробовали сливки Даже собаки попробовали А еще вы сейчас можете увидеть Насколько мы не брезгливые люди Вот я сейчас беру Трубочку Это трубочка? Да, это трубочка Вообще такая трубочка подается Для горячих напитков Чтобы ты тоненько мог Маленькие глоточки делать А для холодных Обычно такая Толстая То есть толстая крупа? Да Ну и в общем Поели все сливки И мы, и собаки И теперь я делаю вот так Вот и пью Понимаете? Насколько я не брезгливый человек Твоё первое впечатление Скажите, пожалуйста Об этом чудесном напитке Интересно Вкусно Это Тест пройден Галочка Можно питаться И мы еще попросили Треть сахара всего Я спросил Треть сахара Мне сказали, что будет совсем невкусно Вот я согласился на треть сахара И вкусненько И не слишком сладко Кстати, у Хаген Даген Вот новый вкус Новый вкус? Да, тут шляпку La francais И какой-то Как это называется? Макарон Макарон положили Вот А вкус я еще не понял какой Что-то кисленькое Что-то кисленькое Мне попробовать дашь? Да Да Скажите, что мне напоминает Такое ощущение Что взяли шишку От елки Сделали из нее варенье Еще туда приперчили Хвоинок И вот засунули В это мороженое Вот такой она на вкус Ну и еще чуть-чуть есть Вкуса печенья юбилейного Ну совсем малость Так вот Я не сказала свои первые впечатления Об этом напитке Мы резвились здесь Давали собакам взбитые сливки съесть В общем Взбитые сливки Все знают какие на вкус Взбитые сливки Сверху была Сублимированная Сублимированная клубника Сверху была И сублимированная клубника Может быть Многие пробовали Она такая Ну типа хрустящая А Хрустящие такие же Кубички По-любому Вы пробовали Их в Завтраке всякие Бывают Мюсли Вот в мюсли Сублимированную клубнику Периодически добавляют В Китае почти везде В Китае да В Китае везде В общем Напиток На вкус Как жасминовый чай Мо-ча И улун И улун Я бы не Ну молочный улун Нет Больше чем Больше жасминовый чай Чем молочный улун На вкус С молочком И холодненько И почти не сладко Очень освежает Мы пробуем Это первый раз Это Хлево Мне понравилось Вот А я шутил Кате говорил Что они в бамбук Поставят пластиковый стакан Ну шутки шутками Ну вот Пластиковый стакан В бамбуке А когда Я был В джунглях Камбоджийских В походе Там прям местные Аборигены Так сказать Гиды И мачете Рубили бамбук И делали стаканчики Даже Рюмочки Делали Большие стаканы Для воды Такую высокую Дрехметровую Даже Бутыль сделали Из реки До Огня Несли воду Вот А тут Пластиковый Ну неудивительно Там же Мухи дохлые А вообще Можно принести Сделать дырок Снизу Побольше И сделать Горшочек Для цветочков Да Для орхидеи Кстати 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 Надо сделать Надо сделать Ваше здоровье Боже Не разваливается Независимый Эксперт На Не Мороженое 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 Вкуснее Ребятки Не понравилось Нашему Независимому Эксперту А Саша Покажи серединку Серединка Симпатично Выглядит Что-то такое Суховатненькое Немножко Песченое Слоеное Похоже на Лунные пирожки Кто знает В Китае есть Мункейки Лунные пирожки Вот на них Очень похоже Только более Съедобное Немножко И более Сладкое Ну что Я следующая Абы Абы Дай попробую По-любому По-любому Паста В середине Из бобов Сделана Да Я предлагаю Вот надкусать Следующую Зелененькую И ту Будешь Я еще Желтую Попробую И забрать Из тунель Желтая Вкусненькая Но вообще Вообще Цвет Не имеет Значения Вкус Не отличается Вы посмотрите Какие у нас Послушные Собаки Такие Зайки Ой Вообще Билька Молодец Сашенька Ты такой Молодец Ты так Хорошо Воспитала У нас Собачек Вот это Лиса Вы посмотрите На нее Это же Просто Красотка Продолжение следует Ребята мороженое макадамия это очень вкусно я всем советую покупать айгендар с мороженое с макадамией невероятно макадамия для меня на вкус это как молочный шоколад только это орешка и с мороженого это невероятно вкусно в общем нас хватило на вот столько мы покусали для пирожка саша один я в другой желтенький как будто чуть-чуть отличается вкусом но не сильно я бы сказала что это реально паста бобовая со слоеным тестом китайцы такое любят а мы часто не покупаем ребятки мы на сегодня наелись и мы пойдем завтра снимем как мы едим баутсер мы постараемся их покушать в то время когда мы будем очень голодные не будет жарко вот поехали в завтрашний день привет неожиданно врываемся ночью час ночи мы вышли с работы в общем после работы идем пробовать еще одну китайскую ерунду который мне не нравится саша нравится почти пришли вот такая вывеска у нас сейчас час ночи и они работают ну что выбрал что-нибудь щас я забыл давайте покажу вам пока что здесь есть вот такое меню вообще они работают здесь на ваймай смотрите видите вот эти вот пакеты вот эти пакеты желтенького цвета они работают только на ваймай доставляют еду ваймай это когда ты покупаешь в интернете еду и тебя доставляют ее домой вот здесь даже не стульчиков ничего нету мы решили что саша сейчас возьмет лучшую нет ни лапшу лепешка что это в общем вы увидите можете оставлять потом в комментарии что это вам напоминает в общем сейчас саша купит еду и мы решили что пойдем домой потому что уже вечер мы устали и плюс здесь нету удобного пространства места где можно было бы покушать когда я возьму один свинишки один все тяжко один какой-то и ими он хочет один какой-то иючел хочет и вообще что это такое что за именно планетный язык значит мы купили сейчас крахмальную кишку серьезно так переводится примерно до как пали крахмальная кишка одну взяли с кукурузой и яичком а вторая съемки ау и яичка и у тебя вот такие длинные палочки масляные короче это хлеб во фритюре тесто во фритюре надувается вот или вкусненько на завтрак обычно поедят пошла с утра не доели от ужином ведь ночью ловать у меня вопрос к тебе зачем тебе кишку крахмальную есть называется вкусно это как твой любимый момент только какой-то поменьше или анкет у меня только в водичке по это интервью продолжается расскажи пожалуйста так ты узнал об этом месте как ты побывал как мы нашли его и почему мы едим теперь это когда мы только переехали в усейск с катериной мы были очень голодны и одним из голодных вечеров мы захотели есть искали на доставке такая еда есть по круге я нашел нашел в магазин на карте лень было заказывать захотели сходить и вот пошли 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 оказалось после нашего отеля где мы работаем и вот дошли сюда понравилось мне как не очень не было вкусненько вы сейчас сюда пришли второй раз ребятки смотрите здесь еще как все какие-то штуки стоят о это яйца вареные это очень популярное блюдо в китае ну как просто вареное яйцо залитые в соевом соусе и вот в этом пакетике находятся всякие специи возможно соевый соус там я думаю соевый соус с водой бульонный пакет ты думаешь сразу бульонный пакет галенобланка китайская галенобланка китайская это смешно звучит галибанка вот такую штуку еще можно было взять может закажешь шею заказал давай да это тайско-макавское блюдо на хвастись вот-вот мы еду взяли вот куша еды вот такая жишка всякая непонятная и вот эта тепленькая штучка пойдем домой распаковка будет идем 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 кушать ребята мы добрались до дома мы добрались до дома сашенька давай распаковка независимый эксперт тут это с кукурузой это все тел покрошенный возможно это так сказать не понимаю что то это совы и соус со специями со специями короче жишка вкуска а морда белая морда белая покажем конечно да здравствуйте я очень голодная к варят растут дегустация еды я бы хотела попробовать а я уже начну дегустировать свой арбуз обыкновенный китайский арбуз китайский арбуз в нем как будто много воды меньше сахарности когда сладкости какой-то нежели чем в наших арбузах и конечно различаются а есть саша раскрыл рулетик палочки спасибо это уже тестирует вот у тебя есть тестер это очень вкусно вот на вкус оно именно такое как и звучит какая-то слизька полу нежная я немножко тает но вкусно радирить мне я пишу свои ощущения кстати это капуста какая-то мы бойца и да вообще если уксусом залить наверно не будет вкуснее вкусно вот эта лепешка для меня как размягченный хлеб в воде не размягченный хлеб в воде вот добавлю специально вареная капуста и жареное яичко и в каком-то странном соусе типа соевый соус с анисом корицей чувствуется корицей китайского часа так пробуем вторую точно такая зависимый эксперт еще пришел независимый эксперт веди себя хорошо на кукурузе как и кукуруза нравится то еще одну мы ради видео баллы и вкусные все пробуем второй середину серединку сухарик клевый кисленький такой кистосолененький ну не сухарик то из мягчая штучка хлебушек вы знаете в китае есть такая странная очень вещь что ты пробуешь блюдо и на тебе не нравится в том ты его пробуешь она как бы средний вроде нравится и не нравится непонятно а потом она тебе нравится ты его хочет много-много раз попробовать и есть и есть и есть иногда наоборот твоя шлешку барбары будут кусать я читаю вот это так вот эта штучка тайская макарская хочет хочет значит короче тут цветной рис вот это черный фиолетовый как разный микс наверно вот сверху листик как суши снари нори нори короче нет и нори листик забрали вот такой черненький для суши и сделали большую большую сусину вот и внутрь впихнули не естественно что какая-то зелененькая штучка сейчас пусть будет вы узнаем вышку сделать ты первый маленький пусть я сразу со своими ощущениями смотри центр увеличился а теперь я вкусно давай чего-то не хватает куда-то солнце не хватает ну в принципе нормально такая обычная закуска положили какую-то штучку тянущуюся кисло-соленую хрустящий некий овощ возможно редька маринованная закомпоченная в общем на вкус китайские суши а китайские суши на вкус очень странно тут какие-то полу кальмары когда морепродукты сушеные волокнами волокнами кальмар сушеный но я думаю еще такой сахарный сладкий короче что-то из пакетика полуфабрикаты в рисе в сушеных суши на кстати не закрытая с одной стороны в принципе все удобно как закупка за 6 юанина да не хватает только своего соуса нет все теперь точно увидимся завтра и мы завтра снимаем еще одни вкусняшечки ну вот у нас наступил следующий день сейчас мы идем покупать баудзы пошлите с нами мы дошли до магазина с баудзами вот так он выглядит это кстати наш дом здесь на углу продают баудзы мы очень часто здесь бываем мы решили что мы возьмем с собой смотрите какое здесь меню у них есть говядины и чинсай ну давай один а чинсай ты можешь кушать давай одну возьмем чинсай одну говядину и да одну говядину и еще салатики я обожаю как ты говоришь на китайском просто шикардос да кстати вот яйца примерно таким же образом приготовлены как мы вчера вам показывали вот так вот 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 таких штуках достают пауца китайцы еще любят кукурузу но она на вкус как клейстер мы не очень любим китайскую кукурузу салатики нужно самим набирать так тофушки возьмем да да тофушки возьмем мы любим тофушки что еще мы хотим маленькой арахиса можно и вон тех огурцов ребята это огурцы ой они сладкая непонятная колбаса выглядит как докторская но на вкус это будет просто ну что это пенопласт невкусный китайский китайская колбаса это очень невкусно это вероятнее всего какие-то травушки муравушки мы тоже не берем сегодня и вот эту штуку мы тоже не взяли это морской листик вот что мы взяли а вот что мы взяли ой несут суп кашки кстати вот такие кашки очень сильно любят китайцы давайте покажу не разваренная без соли без ничего ну что отправляемся домой теперь поесть наши вкусные баудзи и наш независимый эксперт уже желает поесть баудзи он почему-то знает что мы зашли купили что-то вкусненькое пойдемте эксперту достанется чуть-чуть хлебушка мы пришли домой вот так выглядят баудзи который мы только что купили вот это с говядиной а вот это вот с чем она сашенька чинсай и грибы грибы чинсай это что это что такое чинсай чинсай это легкие зеленушки там всякие капусточки могут быть всякие джуцайчики джуцай это чесночка проростки могут быть короче все что зелененькое и мягенькое листики зеленые вот палки хочешь? палки хочу китайцы даже умеют вот так вот всякие вот эти булки брать вот эти большие пельмешки кстати смотрели кунфу панду там они ели пельмешки я думаю они ели не пельмешки а баудзи вот такие вот баудзи на пару пельменей в воде да? да и еще они не всегда палочками пользуются я помню они смеялись что я вот так вот беру 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 арбуз кусок не получается беру тыквы просто и все или они видят что вот так вот как его это кукурузу вот так ешь по штучкам это не кукуруза кстати это соя ну что-нибудь ешь маленькая такая бобовая скользкая они прям смотрят как и ловко вроде душ-палочки говорит молодец вот потом он берет ложку и берет ложку начнем с баудзи пробовать да я прошу прощения пока ты говорила о своем кусочке баудзи? да а что? огурчик а я тоже поел так сейчас прям они слипаются хехехе звук клевый надо сломать сделать да ммм покажем фенюку ммм независимый эксперт пришел можно независимому эксперту булочку? ну лучше кафеточка ему можно булочку пожалуйста . можно независимые микроэксперты тоже к нам пришел давайте они получат так или покажу вот били все можете оттеть сюда наши первые впечатления о булочках невкусно нормально все удобно хлеб паровая булочка только куча овощей и вот а вот такое вкусненько паровой хлеб он не похож на наш хлеб немножко другой на пару потому вообще вкусно твою как пусть наверно беляш какой-то напоминает только на пару на в булке паровой так давай теперь вот это давай давай огурца маринованные огурчики специально маленький взял что я уже пробовал вот ну давай сейчас пью писло-сладкая пересоленная противная штука кислая сладкая пересоленная острого нету вроде нет нет тут перец какой-то виднеется но не остро это чинсай который сельдерей там другой это чинсай это чинсай вот сидерей вкусно это два разных слова один 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 вот такой арахис он размоченный в чем солевом растворе маринате ну вообще я думаю если арахис просто взять не жареный и залить водичкой чтобы он там полежал я думаю его еще подворили чуть-чуть вареный арахис не вкусно как закуска к пиву вообще замечательно кофе кстати кофе пьем и тофу токушки токушки вкусно тофу на вкус безвкусный у него может быть есть какой-то слабый слабый вкус самого тофу но не чувствуется особенно если первый раз вы пробовать вот хотя первые года в китае я не ел тофу мне не нравилось мне он прикольно легенький он не напрягает непритатный не сладкий главное чуть-чуть подсоленный в соусе каком-то можно с другим тофу ну червячки такие наверное знаешь немного отваренная соломка моркови но у моркови есть вкус вот текстура такая да есть такое это часть тофушек китайцы едят баудзы обычно с каким-то салатиком закуску то паудзу то салатик спасибо что посмотрели наше видео очень вкусно подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте комментарии и увидимся в новых видео до новых встреч